Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Городской округ Люберцы. Все самое важное, все самое интересное. Нам приятно, что многие жители городского округа Люберцы принимают участие в премии губернатора «Наши Подмосковья». Возможно, они эту премию возьмут. Сегодня у нас Игорь Юрьевич Кашкин, авиамоделист, бизнесмен, руководитель проекта «Юные пилоты России». Здравствуйте, Игорь Юрьевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, впервые встречаю человека, ну, как вы понимаете, авиамоделист, поэтому сегодня в течение всей нашей программы тот замечательный самолет, правильно, это же самолет, будет вместе с нами. Чуть позже он оживет, вы увидите, как это будет происходить. Все, что, как говорится, все в нашем эфире будет происходить. Но, оказывается, вот за фразой руководитель проекта прячется не просто проект, а целая взлетная полоса. Вот расскажите вообще, как вы к этому пришли, с чего все начиналось? Начиналось все очень просто, занимался я в свое время машинками, вот, спустя какое-то время осознал, что хочу попробовать самолет. То есть от земли к воздуху? Да. Земля-воздух есть такие. Да. Ну, соответственно, приобрел первую модельку самолета, хотя она была в какой-то мере неудачная, потому что я взял очень большой самолет, импеллерный, многие люди мне сразу сказали, что это невозможно научиться с такой моделью. И я начал покупать другие самолеты, более которые, возможно, было обучиться на них. Я вот сразу же хочу пояснить, что речь идет не просто о модели самолета, да, а о модели, которая именно летает. Да. Потому что есть модель, просто ты склеил самолет, поставил, и он пыль собирает. Это непосредственно радиоуправляемая модель. Вот, радиоуправляемая модель. Первый самолет какой у вас был, поговорите, большой? Сбач 342-й, размах 1250. Ну, вот размах крыльев, чтобы я вот показал, сколько. Да, метр двадцать. Метр двадцать, я угадал. Размах крыльев. Размах крыльев был такой. У этого размах крыльев? 840. Кстати, давайте его сразу обозначим. Это третий участник нашей сегодняшней программы. Самолет, который находится здесь у нас на столе, как он называется? Клик-Р2. Клик-Р2. Да, это зальный самолет непосредственно для зала, чтобы можно было в помещении летать. Он облегченный, весит 120 грамм за батареей, и он более безопаснее для зала. Это для соревнований F-3A. Соответственно, он подразумевает непосредственно медленность и малый объем помещения, чтобы на нем летать можно было. Более большие самолеты, соответственно, они более площадку требуют. То есть он медленно летает. Возвращаемся. Теперь начали заниматься вот такими авиамоделями. И следующий самолет какой у вас, вы говорите, был? Следующий у меня самолет уже был полутораметровый размах. То есть вот так вот, да? Ну, примерно где-то так, чуть побольше. Так. Вот. Он на нитре уже непосредственно, на топливе работает. Вы расшифровываете все, потому что наши телевизорители не курси. Данная модель – это электрическая. Так. И работает от аккумулятора. Так, вот это, которое у нас на столе. Да, литий-полимер. Аккумулятор используется. Есть разные модели. Есть топливные, есть реактивные, есть бензиновые. Фактически их очень много. И двигатели также разные есть. От маленького и заканчиваем там 200-300 кубовыми. Смотря какой самолет. Смотря какой вес даже самолета. Соответственно, чем больше весит самолет, соответственно, ему мощнее двигатель нужен. Да, естественно, да. Вот. На нитре, конечно, летать интересней. Но, к сожалению, вот после этого я и задумался о полосе, потому что летать негде в Люберецком окриде. А где вы раньше летали? Откуда запускали? С балкона или как? С крыши? Нет, нет. Ну, скажем так, было поле. Просто поле. И была дорожка, выкатанная автомобилями. Я сажал на эту дорожку, но очень часто разбивал винты, шасси. И поэтому сложилось такое мнение, что нужно все-таки построить взлетно-посадочную полосу. Так. Далее я подумал о том, что когда я ее создавал, эту полосу, я подумал о том, что нужно еще и кружок. Параллельно, так как рядом находится школа. Так. Номер 22, это в деревне Токарево. Соответственно, там нету, скажем, никаких трудов и технических возможностей обучить детей. Я подумал, что было бы неплохо сделать детей... Одновременно решить две проблемы. Да, решить это этим способом. После чего были переговоры с учителями, с директорами, с администрацией. И приняли такое решение до следующего года пока отставить этот вопрос, потому что помещений не хватает для непосредственно школы. И поэтому мы не можем сейчас детей сделать кружок, но при этом их ущемить в том, что они будут учиться в этом классе. Потому что в любом случае клей и прочие материалы, они требуют какой-то мусор будет оставаться. Проветривание. Проветривание. И такого класса невозможно было в данный момент. Хорошо, но после учебы там разве нет таких вариантов? После учебы тот класс, который возможно было бы под это использовать, он новый. И не хотелось бы его испортить. Понятно. То есть этот вопрос пока повис в воздухе, кстати. Да, он повис, но вроде бы постепенно мы стараемся прийти к общему мнению, что все-таки кружок будет в любом случае. Именно кружок авиамоделирования. Да. Так. И там будут, соответственно, дети строить самолеты. И непосредственно от этой школы, где-то в 500 метрах, пройтись пешком, и можно уже его попробовать в деле. То есть аэродром будет? Да, это будет такой аэродром 100 на 20, он выкашенный. За ним мы ухаживаем полностью ежегодно, убираем мусор. Субботники. Ну, это кто, если в школе нет пока кружка? Ну, в школе нет, но есть деятели, которые, допустим, со станции юных техников, это непосредственно в Люберецком округе есть такое дополнительное образование, в котором есть кружок авиамодельный, но у них нету где заниматься. Соответственно, у меня было принято решение также им предоставить эту взлетно-посадочную полосу для тренировок и практических занятий. Понятно. То есть на сегодняшний день получается, что есть кружок техников, но у них нет площадки, да, с вашей помощью теперь есть некий аэродром, назовем его так, попроще, чтобы было, хотя он, видимо, стоит из одной взлетно-посадочной полосы. Вот. И вы еще думаете над тем, чтобы сделать школьный кружок. То есть фактически мы присутствуем сейчас при зарождении вот этого глобального проекта. Да, совершенно верно. Да, такого детского аэродрома, я даже не знаю, как это назвать. Это, на мой взгляд, интересно, потому что вот мы до эфира говорили с Игорем Юрьевичем о том, что и президент тоже этому не раз внимания уделял, потому что... Да, есть такая... Вот, кстати, знаете, я вспоминаю фильмы о Гагарине, о наших известных летчиках, пилотах. Ведь тоже все начиналось с того, что кто-то показал. Есть люди, которым самим хочется летать, а есть вот кто-то из кружка авиамоделирования. Совершенно верно. Все, кто выходил, и самые такие заядлые, скажем, наши конструкторы, они все были бывшие авиамоделисты. Абсолютно. То есть у них это было с детства привито, они этим, как сказать, развивались. И в дальнейшем им удобнее было, скажем... Войти уже в серьезную историю. Серьезную, да. У них есть практика, у них есть мышление, у них есть хотение дальше это двигать. Соответственно, когда уже в институте они учились, они понимали, что это такое. Как вообще работает двигатель? Почему самолет при отклонении кренов летит именно вправо, а не влево? То есть здесь... Мало кто из вас знает, уважаемые телезрители, что такое угол тангажа и что такое угол атаки. А это тоже присутствует. Когда-то я этому обучался. Во второй части нашей программы, напомню вам, мы... Это специальная такая затравочка. Мы вам покажем, как дышит этот самолет Клик-Р2. А пока он вместе с нами здесь находится и слушает Игоря Юрьевича Кашкина, авиамоделиста, и человека, который собирается создать такой детский аэродром, комплекс, может быть, целый, с помощью тех людей, которым увидят в этом какую-то необходимость. Давайте вернемся дальше к тому, что, ну, предположим, взлетно-посадочная полоса, вот она есть, работает, все удалось, кружок запустился, вы получили премию наше в Подмосковье. А что потом? Это участие в каких-то соревнованиях? Что можно проводить там и где вы можете принимать участие? Дальнейшее развитие соревнований, то есть провести соревнования, показать вообще, как бы, что это такое, ну, и поднять Люберецкому округу рейтинг в том, что, в принципе, у нас нигде этого нету, но если действительно задуматься о том, чтобы дети у нас развивались технически, то обязательно такая полоса должна быть. А сколько она сейчас, ваша полоса, за которой вы ухаживаете? Я так понимаю, что это, ну, грубо говоря, если вдруг туда, и просто сейчас трудно ее представить, где она находится конкретно, придет какой-то человек и построит там дом, скажет, что это мое место, то есть вы за ней ухаживаете, она как-то где-то за вами числится, или это пока на таких активистских условиях? Она на активистских условиях, сейчас тоже прорабатываются эти все вопросы, но в данный момент пока к общему не пришли мнения. Просто мы сейчас находимся в эфире с вами, у вас есть прекрасная возможность обратиться ко всем, кто принимает решения, что вам необходимо на сегодняшний день, чтобы это заработало? Ну, первое, что необходимо, это, наверное, обратить более, так скажем, внимание, уделить этому, да, и в дальнейшем, наверное, как-то помогать. Не помогать в плане помощи ухаживать за взлеткой или что-то, а помогать, продвигать именно направление спортивного характера, чтобы, допустим, с других авиамодельных кружков можно было состыковать и сделать какой-то, допустим, областной чемпионат по авиамодельному спорту, но проводив ее на этой площадке. Эта площадка позволяет до 3,5-4 метров размаха модели. То есть есть возможность привлечения сюда других авиамоделистов, это может стать таким центром своеобразным спортивным. Совершенно верно. И на этом даже еще можно будет что-то и заработать потом в дальнейшем. В дальнейшем, да. Я имею в виду для округа. Если развиваться будет в правильном, да, совершенно верно. Для округа это будет очень большой плюс и показатель того, что на Люберевском округе есть такая полоса, есть возможность провести соревнования. Соответственно, очень много людей заинтересуется этим. Вы знаете, как сделать эту полосу так, как она должна быть? Вы знаете, как сделать кружок в школе, как это должно быть? Вам нужно, чтобы вам в этом помогли. С точки зрения разрешительной. Разрешительных непосредственно. Потому что сейчас еще есть такой закон новый, который вышел, да, для полетов, который запрещает нам сейчас фактически вообще летать. Без регистрации модели и без запроса диспетчера. Ну, то есть много серьезных вопросов. Да, очень много серьезных вопросов. И они сейчас также в процессе прорабатываются. Потому что разрешение получить можно. Поставить на учет модель можно. Но мое мнение, что диспетчер, который отвечает за авиасообщение больших самолетов, да, он не должен касаться авиамодельного спорта. Потому что это, ну... Это даже как-то смешно. Представьте, да, вот я захотел полетать, сегодня зарядил 10 аккумуляторов, приехал на поле, отлетал 10 аккумуляторов. Идея должна 20 звонков сделать диспетчеру, чтобы полетать на самолете. Ну, хорошо. Это уже такая частность. Мы поняли в первой части нашей программы, что есть возможность в городском округе Люберцы получить свой собственный большой авиамодельный такой проект. И не просто авиамодельный, а еще и ребят, молодежь к этому проекту подключить, да еще и соревнования проводить. Тем более, что полоса уже в ее таком зародыше в будущем, да, существует. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом продолжим, и наш самолет обязательно оживет. Напоминаю, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Игорь Юрьевич Кашкин, авиамоделист, бизнесмен, как мы выяснили, и руководитель проекта «Юные пилоты России». Будущего, я так понимаю, проекта уже такого глобального, возможно, это будет целый авиамодельный аэродром. Я тут уже сам вам название даже придумал. На территории городского округа Люберцы. Участник премии «Наша Подмосковья». Кстати, какой проект именно? Непосредственно «Взлетно-посадочная полоса» строительства «Взлетно-посадочная полоса». Его приняли, да? Да, его так и приняли, как «Взлетно-посадочная полоса». Но само название несет «Юные пилоты России». То есть это «Юные дети России», «Россия» – это наша родина. Ну, я думаю, тут расшифровывать не надо, все понятно. Ну, а пилоты, соответственно... Потому что мы пилоты. Совершенно верно. Вот премию пока еще... То есть вас записали в нее. Будем надеяться, что вы ее получите. Да, я тоже надеюсь. И, кстати, возможно, благодаря тому, что там большое количество экспертов принимает участие в этом, кто-то действительно поймет, что это, ну, говоря простым языком, это клево. Вот смотрите, сейчас аппарат «Клик-Р2». Вот я не знаю, мне что-то напоминает какого-то такого... Замечательное какое-то живое существо. Вот у нас подкрылочки, да, или как правильно называется? Нет, это элероны. Элероны, да, 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 да. Это руль высоты. Да. И, соответственно, руль направления. Да. Ну, закрылков нет, так как это модель другого характера. Что это вообще? Чтобы вы понимали, из чего она состоит. Я буквально... Вот сейчас на моем плане покажем. Давайте я ее приподниму, она весит, видите, вот. Чтобы вы понимали легкость этого аппарата. Сколько он весит? 120 грамм. 120 граммов. И скажите, пожалуйста, он сделан как что-то типа пенопласта? На ЕПП называется. Ну-ка, расшифруйте. ЕПП – это тот же, скажем, как вы видите по структуре, да, пенопласт. Да. Но плотность пенопласта как полиэтилена. То есть добавлен полиэтилен. И фактически за счет этого получается, что он более жестче, чем пенопласт, и имеет свойство немножечко играть. Понятно. А вот, да, то, что, собственно говоря, он повторяет сам самолет – это так необходимо с точки зрения аэроконструкции? Или это просто дань уважения? Это визуализация, скажем, такого была проекта, именно непосредственно выпускают импортные производители, вот, и они сами создают каждую модель, ее облетывают, проверяют, и после этого уже уставляют на продажу. Ну, я честно скажу, вот так, если близко посмотреть, потому что при всем желании даже вот по телевидению кажется, что это какая-то такая, ну, супер-пупер машина, а по большому счету, вот мне кажется, ее, тут даже она не склеена, не склеена, но собрать-то, ну, минут 10, наверное, надо. Ну, не 10, конечно, собирается эта модель где-то 2-3 часа фактически. Но по желанию было бы неплохо подготовить это где-то в течение 6 часов, потому что нужно определенные сделать манипуляции, чтобы крылья немножечко освободились от структуры. После этого карбон нужно весь отрезать. Карбон это? А вот карбоновые палочки, вот, которые идут. Ага. Это карбон. Это усиление как раз этих частей, чтобы они не были такие мягкие. Ага. Вот как вот, допустим, вот эта вот часть. Ага, ага. Это для, это как лонжерон. Понял. То есть у автомобиля, скажем так, абстрактно, да, у автомобиля есть лонжероны, есть определенные вещи, конструкции, которые висут нагрузку. Соответственно, в самолете все то же самое. Этот самолет создавали чехи, вот, и у них очень удачно получилось попасть в тот, скажем, предел веса, чтобы он летал и очень, скажем, парил. То есть он как вот сам летает. Хорошо. Я предлагаю сейчас, еще мы покажем, давайте попробуем, что у него работает. Начнем с пропеллера. Сейчас крупненько. Вот видите, пропеллер прям, мне даже так хорошо. О, разная скорость оборотов у него, да, вращение. Так, теперь задний. Руль направления. Руль направления. Руль направления. Руль высоты. Руль высоты. Да. И элероны. Ага. И вот с помощью, это получается, раз, два, три, четыре, да? Четыре канала задействованы. Четыре канала, четыре способа, скажем, для того, чтобы этот аппарат полетел. И вот если нам сейчас... Да, у нас еще, чтобы вы понимали, когда все работает, у вас есть подсказчица. Это, кстати, что за пульт? Это аппаратура недорогая, Таранис. Многие используют сейчас его. И я, в принципе, тоже сделаю этот выбор. Не пожалел нисколько. Немножко его модернизировал. Немножечко его, скажем так, вид дал космического корабля. Ну и, соответственно, после этого здесь есть все возможные настройки. А можно мне вот выключить его, чтобы я на что-то не нажал случайно? Я сейчас... Да-да-да. Вот у нас, видите, все-все. Да, я просто хочу показать его крупным планом, чтобы наши коллеги вот вам... Вот этот, сейчас так, чтобы у нас всех было видно. Вот этот аппарат такой полукосмический, да? Это такое дистанционное управление, или как это можно назвать? Да, здесь есть антенны. Это радиоуправление. Здесь есть куча всяких кнопочек. Вверх-вниз, влево-вправо, как угодно, да? И все это подключается... Любой самолет можно к ним подключить? Да, фактически 60 моделей можно записать на эту аппаратуру. Возвращаю вам вашего друга. И в этом аппарате есть подсказчик или подсказчица, что-то похожее на GPS, когда она вам что-то сообщает. Что это за голос? Подсказки – это, значит, таймер. Таймер. То есть у аккумулятора есть определенное время, которое его можно отлетать. Соответственно, чтобы не превышать и не нагружать аккумулятора, выставлено определенное время для этого самолета. И как только подходит время, значит, есть понимание, что нужно самолеты уже сажать. После этого выполняется посадка. Понятно. Ловится в руку. Ну, как правило, такие самолеты ловятся в руку. Ну, потому что сесть ему небезопасно. Сесть почему безопасно, но только в зале. Не на улице, не на асфальте. То есть эта модель непосредственно для зала. Сколько такая модель стоит, если человек… Я так понимаю, что все, что здесь представлено, это все продается вот в какой-то коробке. Да, все продается. И сколько такая модель стоит примерно? До 20 тысяч. До 20 тысяч. Все зависит от, скажем так, сетапа. Сетап – это начинка, это управление серовой машинки, двигатель, регулятор оборотов. Но это без дистанционного управления, пульт отдельно. Пульт отдельно и аккумулятор, соответственно, тоже отдельно. И вот интересный вопрос Игорю Кашкину еще. Он сказал, что принес самый маленький самолет из вашей коллекции. Да, совершенно верно. А какие у вас еще есть самолеты? В основном я люблю истребители. У меня Миги 29-е, два самолета. А какой у них размах крыльев? Размах метр тридцать пять. То есть это примерно вот такой? Нет, чуть побольше. Вот такой. Да, где-то. Ухожу уже из кадра, да. Примерно где-то так. Как наш кадр ездить. Вот, соответственно, Су-35, Су-27. Ну, в основном все легендарные наши модели. Честно говоря, мне, в принципе, любой самолет нравится. Ну да. Безусловно, как бы, любой. Но предпочтение я больше дал истребителям. Истребителям. Ну, мы понимаем, что если речь идет о соревновательной составляющей, то лодка подсказывает, что это должно быть что-то быстрое. Быстрое. Но, опять же, все зависит от мышления головы и рук. А просто вы называетесь вот юные пилоты. То есть человек, который управляет даже так. Самолетом он все равно по-прежнему пилот называется. Конечно, да. Вот тут возникает вопрос. Ну, хорошо, а вы планируете в школе. Это ж какие деньги надо, чтобы ребенок сам мастерил? А я вам скажу так. Либо как-то из других деталей можно делать? Это можно делать абсолютно из других деталей. Это просто импортный самолет представлен сейчас в данный момент. И его можно повторить. Фактически один в один. Как китайская методика. Да, совершенно верно. Грубо говоря, списать. Ну, сколько надо времени, чтобы такой самолет повторить? Ребенку, который более-менее уже опытным будет. Ну, я думаю, что в течение трех месяцев он сможет это создать. Правильно я понимаю, что тогда есть прекрасная возможность ребенок под присмотром специалиста в течение какого-то времени ставится цель. Он с удовольствием, я надеюсь, этой цели достигает. Мало того, что он создает аппарат, а потом вот это ощущение радости, когда он... Поднять его в воздух, и чтобы он правильно летел. Мне аж самому захотелось, честное слово. Так. Вот. Во-первых, с чего начинается, это в любом случае с тренировкой тренажера. То есть есть специальные симуляторы, вот, и на этом симуляторе в любом случае нужно порядка десяти часов как минимум отлетать, отработать взлет и посадку. После этого только можно брать любой, как бы, там, самолет, мною построенный, детьми построенный, или купленный и построен, или родители купили и построили, неважно. Уже можно тогда его поднимать. Не боясь о том, что совершатся какие-то мелкие ошибки, но они могут привести к гибели непосредственно самолетов. Ну и финальный мой вопрос. Вы бизнесмен. Ну да, авиандалист, вам это нравится. Ну, казалось бы, собирай себе самолеты, да тихонечко летай там, не нарушая особо правил. Зачем вам это? Ну, во-первых, привлечь детей и молодежь к модельному спорту для того, чтобы они развивались и понимали, что это такое, что такое техника, что такое самолет, как он устроен, как он работает, почему он летит. То есть хочется детям дать какой-то маленький старт в дальнейшее будущее их и развитие. Потому что многие дети приходят и очень интересно занимаются и готовы дальше себя развивать. Потому что дети, которые приходят и просто, допустим, покупают модели, собирают и разбивают их, но это неинтересно. Они не чувствуют, да. Они не чувствуют. А дети, которые стараются создать свою модель первую и ее запустить, те дети действительно одарены, и им нужно восхищаться. И помогать им двигаться в дальнейшем развитии. Ну, я считаю, что это все вместе. И культура, и патриотизм, о котором сейчас так много говорят. Совершенно, да. Это все вместе. И мне кажется, что если что-то ты создаешь своими руками, и это что-то превращается практически в живое существо, что может быть прекраснее. Игорь Юрьевич, спасибо вам большое за... Но хотелось бы отметить, что президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, неоднократно на своих выступлениях указывает на усиление работы по работе технического и военно-патриотического воспитания молодежи. Вы явно входите в этот круг. Соответственно, работа авиамодельного кружка и проведение практических полетов является конкретным ответом на призыв президента. Все. На этом мы заканчиваем нашу программу. Мы желаем вам, во-первых, победить в премии наше Подмосковье. Во-вторых, я думаю, что, может быть, заинтересованные люди услышали вас и помогут вам построить эту взлетно-посадочную... Она уже построена. Ну, я имею в виду развивать ее дальше. Развивать, да. Да, и чтобы там целый аэродром построить, потом привозить туда и показывать, как это красиво. Ну, и больше вам самолетов и пилотов, юных пилотов России. И хотелось еще такое отметить, что у нас надвигается годовщина 75-ти Великой Победы. Соответственно, для ветеранов провести на этой взлетно-посадочной полосе, для них показательные полеты. Прекрасно. Спасибо. Игорь Юрьевич Кашкин, авиабделист, руководитель проекта «Юные пилоты России», был гостем нашей сегодняшней программы. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин